МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тем, кто может и тем, кто принимает участие в фестивале воздухоплавания. Чем занимаются современные рыцари? Благодаря разнообразию направлений, по которым работает Гомельский городской центр дополнительного образования детей и молодежи, от участников просто нет отбоя. Именно так и обстоят дела. И сегодня мы в этом убедимся. Ведь у нас в студии будет много гостей, которые молоды, энергичны, увлечены и готовы поделиться своими эмоциями и достижениями с нами и с вами, дорогие телезрители. Гости будут сменять друг друга, но главным гостем нашей программы станет директор Гомельского городского центра дополнительного образования детей и молодежи Игорь Бейзеров. Добрый вечер, Игорь Александрович. Добрый вечер. Рядом с Игорем Александровичем педагоги и воспитанники центра. Чем они занимаются, мы узнаем чуть позже. А пока я предлагаю начать с истории. Игорь Александрович, она у вас очень богатая. В учреждении вы возглавляете с 2010 года. История богатая, если не ошибаюсь, она берет свое начало с 1931 года. История центра, тогда еще детская техническая станция, берет свое начало аж с 1931 года. То есть мы на сегодняшний день одни из самых старейших учреждений и самых крупных. Постепенно в 1931 году была создана детская техническая станция, тогда уже были созданы небольшие лаборатории по авиамоделированию, посудомоделированию. Время шло, станция развивалась, постепенно обрастала новыми направлениями. И с 2012 года она стала уже называться городской центр дополнительного образования детей и молодежи. На сегодняшний день это большое многопрофильное учреждение, в котором более 270 кружков, 3,5 тысячи учащихся, много филиалов, много достижений. История большая, действительно. Направление деятельности, наверное, не хватит времени все описать. Это действительно, начиная от декоративно-прикладного и художественного творчества, заканчиваясь такими современными направлениями, как 3D-моделирование, цифровая фотография, создание веб-сайтов и спортивными, роллер-спорт, BMX, традиционный картинг, моделирование. Очень-очень много направлений. Гончарное дело, рисование. Просто все техническое творчество включает в себя очень тоже много направлений. Это и научно-техническое творчество. То есть специальная подготовка, центр-лидер по подготовке детей талантливых к Олимпиаде. То есть действительно направление более чем на любой вкус. Любой подросток, любой ребенок от 3 до 31 года может найти у нас пристанище, занять себя досугом в свое свободное время, мне кажется, на любой вкус. А вот интересно, какие направления сохранились, начиная вот с 1931 года? Скажу. Направление это именно моделирование. Это авиамоделирование, это судомоделирование, это автомоделирование. Мы стараемся их сохранять и приумножать. Потом тоже, я считаю, старыми направлениями это мотоциклетный спорт, это картинг. То, что в Гомеле создана большая школа именно по картингу, по моделированию. Талантливейшие, грамотнейшие педагоги по авиамоделированию. Это наши легенды. Вот Николай Федорович присутствует. Это Фомченко Александр Андреевич, судомоделисты. Это Бодраков Василий Васильевич, который неоднократно готовил победителя Республики Беларусь по мотоспорту. То есть тут есть о чем говорить. Николай Федорович, уже Игорь Александрович сказал, что очень распространено пользоваться спросом у ребят интересом авиамоделирования. Расскажите об этом направлении, сколько лет вы уже работаете и чем занимаетесь, собственно. В основном я начал работать на станции юных техников. Вначале занимался моделированием с ребятами на Сельмаши, но и параллельно работал на ЗИПе. Сейчас я полностью... Посвятили себя детям. Да, посвящаю деятельности моделирования. Ну, это у меня, как говорится, идет с детства. Ну, в детстве я тоже занимался моделированием. После окончания школы поступил в Ленинградский институт авиационного моделирования. Вот у вас такое серьезное образование по специальности. Дима, как Николай Федорович, как педагог? Что можешь сказать о нем? Ну, я считаю, что это идеальный педагог. Ну, такого, наверное, сложно будет сейчас найти где-нибудь на других станциях у нас. Сколько ты уже под его руководством занимаешься? Я уже занимаюсь шесть лет. Шестой год идет. Не теряется интерес? Нет. Как увлекся в свое время, так? Да, увлекся. Я уже дома занимаюсь. Результаты есть. Рассказывайте о них в результатах. Медали, снато, принеси дипломы. Вчера прошел областные соревнования по модельному спорту. Проходили они в Зябровке. Ну, стоит сказать одно, что команда города Гомельна, команда нашего центра первая. Нет таких, наверное, соревнований, как у большинства наших педагогов, которые приезжают без результатов. То есть результат есть. И хочу еще отметить, что Николай Федорович – это тот педагог, такие педагоги, которые, правильно Дима отметил, идеальны. Почему идеальный педагог становится? Когда он сам увлечен, когда он с детства сам чем-то занимается. Как и я в свое время начинал заниматься картингом. Пошел-пошел и связал свою жизнь с педагогикой, с образованием, с техническим творчеством. Если педагог сам увлечен, а я знаю, что такие педагоги, как Николай Федорович, как Валерий Васильевич Лобзиков, тоже авиамоделист, он душу отдает детям, сердце отдает детям. И дети тянутся за вот этой аурой удовольствия от полетов, от создания моделей. Конечно, они дают, получается, отдачи. Это закон природы. Расскажите, что вот серьезные модели вы, наверное, делаете? Что в студии у нас тоже несколько представлено. Ну как, Дима, ты будешь рассказать или не рассказать? А давайте будете дополняться. Давайте я два слова скажу. Ну, мы занимаемся спортивным моделированием авиационных моделей. Они классифицируются по нескольким классам, которые мы стараемся поддерживать. Но дело в том, что классы остались, они очень разнообразные. И многие классы сейчас не пользуются популярностью. Большой популярностью пользуются радиоуправляемые модели. Вот перед нами учебная модель с радиоуправлением. Ну, в основном, сейчас доступность материала, доступность радиоаппаратуры, всего неограниченные возможности. Можно сказать, что четыре магазина только торгуют радиомодели. Ну, в смысле, не только аппаратурой, но всеми деталями, с которыми можно создать модели. Дорогостоящее это дело? Мы... А? Дорогостоящее это дело? Нет, все зависит от того, на какой уровень ты поднялся. Если начально, то это буквально нужно пачка... Вот эта модель сделана, пачка пенопласта потолочная, строительный потолочный пенопласт, желание, линейка, клей, все. Эта модель делается, ну, примерно два-три месяца, она делается и может летать. Но родители не очень иногда стараются покупать комплектующие, которые дорогостоящие. Дети иногда занимаются год, два-три, там уже есть результаты, как Дмитрий. Родители уже вкладывают свои средства для того, для развития его технического потенциала и участия в соревнованиях. Ну, вот свидетельство Димы есть на 100 лет. Дим, что у тебя за награды здесь? Расскажи, где участие? Ну, здесь очень много дипломов, но тут как бы самое основное, это диплом, подтверждающий, что я был участником конкурса техноинтеллект 21... Техноинтеллект? Слышали, да, серьезно. Таланты 21 века. Таланты 21 века. Я, к сожалению, там места никакого не занял. Ну что, девятое место, в десятку вошел. Ну да, в десятку вошел, но призовое, да. Это было соревнование крупномасштабное. Между страной СНГ были. А как, отбирали туда, чтобы пасть? Не все желающие? А, ну так уже то, что ты попал туда, это уже достижение. Городской этап, согласной этап, республиканский этап, и попадает воспитанник на Олимпиаду таланты 21 века, который проходит в лагере Зубрёнок, насколько я помню. Собираются лучшие, как мы их называем, технари, победители конкурса научно-технического творчества из России, из Российской Федерации и Беларуси. То есть это действительно сливки, как мы их называем, наши звезды. И соревнуются между собой. Поэтому просто участие, просто то, что ребёнок попадает уже в когорту участников заключительного этапа конкурса таланта 21 века, это очень большая заслуга, это очень большая работа, как самого ребёнка, так и педагога. Тут действительно мы говорим Николаю Фёдоровичу, Диме большое спасибо за этот результат. По результатам его технического творчества, его работы и результатов он получил стипендию в Министерство образования, да? Да. Здорово, молодцы. Мы вас поздравляем с такими достижениями, успехами. Я думаю, что самое время познакомиться с нашими следующими гостями. Это педагог дополнительного образования и мама в одном лице Наталья Денисенко и её воспитанники и сын Артём Денисенко. Добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, вот Артём, чем ты занимаешься в Центре дополнительного образования и что тебя так увлекает? Ну, я там делаю некоторые поделки. А давайте начнем разговор вот из того, чтобы уже сопутствующие видео у нас. Вы участвовали в этом году в фестивале воздухоплавания, да? Да, мы ежегодно участвуем в этом соревновании, а в этом году, уже набравшись опыта, мы заняли призовое место. Поздравляем. Скажите, пожалуйста, в фестивале этом кто может принимать участие? Очень наслышанно, людям очень нравится этот фестиваль. Кто может принимать участие в фестивале? В фестивале может принимать, мы придумывали этот фестиваль в свое время для объединения семей. То есть, когда в свободное от работы, от учебы время, мы организуем фестиваль всегда в выходной день, родители с детьми приходят и просто получают удовольствие, вместе проводят время. Это может быть и покупной змей, и сделан своими руками. Просто с каждым годом мы ставим рекорды по посещаемости. Люди знают о проводимом фестивале из нашего сайта, из новостных лент, из социальных сетей, и приходят с семьями. Вот Наталья, хороший очень пример, когда династия уже становится участников. Несколько лет подряд приходят, участвуют, совершенствуют свои результаты. Это у вас направление работы такое, чем вы занимаетесь, чему детей учите? На самом деле я занимаюсь декоративно-прикладной творчеством. Мы с детьми вышиваем, шьем, а это наше личное желание было поучаствовать со своими детьми и воспитанниками своими. Но никаких специальных навыков не нужно, чтобы принимать участие в этом фестивале? Просто желание змей? Я тоже сама не умела запускать змея, но поучаствовала в этом конкурсе, и я научилась. И было достаточно интересно. Это же надо с погодой как-то договориться, чтобы это же не в любую... А это удается. А если по годам это удается, это показатель. Хорошо, скажите, какие виды подделок, какие виды творчества вы преподаете? Мы вышиваем картины из атласных лент с детьми, вышиваем крестиком из ниток мулины, из цветных салфеток выкладываем картины. В основном дети любят начальный класс, начальная школа. Наверное, больше девочки. Девочки. Ну, мальчики тоже достаточно часто ходят. Артем, а ты чем больше всего любишь заниматься? Ты мамой занимаешься? Да? Что тебе больше всего нравится? Я люблю делать подделки, склеивать, вырежать. Маме подарок сделал уже? Делал подарки маме? Что ты сделал маме? Какой подарок? Ну, делал открытки, всякие чветочки. Молодец. Ну, змеи ты тоже уже умеешь запускать, мы так поняли, да? В следующем году будете участвовать в фестивале? Обязательно. Ну, мы желаем вам успехов. Спасибо. Игорь Александрович уже говорил, что змей может быть заводской, может быть самодельный. Ваш змей, это что за змей? Расскажите о нем. Вот вы сегодня, это змей-победитель, с которым вы заняли призовое место, да? Рассказывайте о нем. Да, это змей у нас покупной. Ага. Никогда не пробовали своими руками змеи сделать? Вообще пробовала. Когда еще была студенткой, мы как раз таки и делали змеи. Взлетела или так себе не очень? Ну. Можно я скажу про змей? Конечно, да. Дополните. Про змей я могу сказать, что у нас ребята, которые приходят первый раз, мы начинаем делать змей. И мы всегда участвовали в фестивале только с самодельными змеями. У нас никогда с нашего кружка, ребята, не участвовали змеи покупные. Но они летали. Летали? Да, летают. И очень даже неплохо. И чемпион у нас стал. Девочка, кстати, она сделала сама змей, сама запустила. И первое место заняла на первом фестивале змей, который мы организовали. Вот. А дальше уже мы начинаем делать модели. Змей делается, если занятия проходят, ну, так говорится, в рабочем режиме, ну, бывает иногда, то того нет, то материала нет, то три занятия, за три занятия делается змей. Четвертое занятие, мы во дворе, во дворе его испытываем и торжественно вручаем ему, твой змей, иди пускай. Потому что ребенок, который приходит в кружок первый раз, первый вопрос, бесплатно ли занятие? Я говорю, бесплатно. А если я сделаю модель, она будет моя, я говорю, если ты сделаешь модель полностью от и до, с моей помощью, то модель, она стопроцентно твоя. И ты можешь ей пользоваться, подарить другу, подруге или маме, и радоваться, и запускать на даче этого змея. И они с удовольствием делают, и забирают, и пускают. Ну, соответственно, мы участвуем. Дальше второй этап идет, это более сложные модели. Но более сложную модель им делать, как говорится, глаза разбегаются, если вы зайдете ко мне. У нас много моделей всяких висят, и сложных, и не сложных. И они сразу начинают. Я буду делать вот эту модель, которую, допустим, может сделать ученик пятого, шестого класса, который уже ее может и запустить. Потому что модель сделать, это 20% тех навыков, которые нужны для успешного выступления на соревнованиях. Ее надо научить модель летать. Ну, как правило, учу летать модель я. Что значит научить модель летать? Ее надо отрегулировать на определенные параметры, чтобы она могла. Это и центровку установить, и углы всякие, и двигатель. Все это надо знать. Дальше, второй этап, это обучение навыков управления этой моделью. Модель, она практически управляется, как настоящий самолет. Для этого у нас есть компьютер. В компьютере есть программа-симулятор, которая позволяет симулировать полет этой модели на джойстике, которым он будет уже управлять этой моделью. Он просто к компьютеру подключается. Ну, это так сейчас, вот в наше время. А раньше, как это все происходило? А раньше, вот, допустим, я учился сам. Проба, ошибок, слезы. Модель, дело в том, что на компьютере модель, которая разбивается, она реально разбивается. Видно, как все куски разлетаются. Как самолеты, точно так же она разлетается. Ее потом собрать, это, считайте, новую модель. На компьютере кнопку нажал, она так раз и собралась. Вот. Раньше, вот, когда я занимался в детстве, я вначале занимался кордовыми моделями, а потом, после окончания института, я начал заниматься радиоуправляемыми моделями. И сейчас только радиоуправляемыми моделями я занимаюсь. Ну, соответственно, у нас направление более такое, радиоуправление. Во-первых, оно позволяет совместить электронику с механикой, которая на модели есть, и многие вещи. Потому что стоит целый комплекс радиоуправления, и привод всех, ну, вот, как-то даже вот эта модель, привод всех рулей, как у настоящего самолета. Дима, наверное, уже определился с будущей профессией. Она летчиком будет, да? Ну, я даже не знаю. Все-таки это пока как основное свое увлечение рассматриваешь, да? Да. Дорогие гости, спасибо вам огромное, что вы к нам сегодня пришли. Мы желаем вам успехов, участий в различных фестивалях, конкурсах, побед. Всего самого хорошего. До свидания. Всего доброго. Спасибо. Это программа «Добрый вечер, Гомель», и мы продолжаем. У нас в студии появились новые гости. Это педагог дополнительного образования Ирина Сакович и ее воспитанник Вячеслав Ермаков. Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер. Игорь Александрович, вот научно-технический прогресс не стоит на месте, да? Мы постоянно сталкиваемся с новыми технологиями, с новым оборудованием и приспособлениями всяческими техническими. Поэтому как в этом ключе развивается направление в вашем центре дополнительного образования? Как и любое учреждение образования, мы стремимся идти вперед. Время такое, что мы не должны стоять на месте. Поэтому центр открывает постоянно новые направления. Например, сейчас гости присутствуют с объединением по интересам информационной технологии. Потому что сейчас, мне кажется, представить жизнь без компьютера, без современных технологий, без цифрового чего-то, без информационных технологий, просто-напросто неинтересно, невозможно представить. Из года в год, уже более 10 лет назад, мы проводим конкурс научно-технического творчества учащихся города Гомеля. Что это значит? Это там ребята, которые на протяжении года готовятся в объединениях по интересам, не только в кружках, секциях, но и в школе, на уроках физики. Готовят теоретическую часть физики и соединяют ее с какими-то практическими навыками. На данном примере мы хотим показать вам, как применяются теоретические данные при работе на компьютере. Ирина Сергеевна, Вячеслав, присоединяйтесь, расскажите о своем направлении. Чем занимаетесь? Подробнее. Как применяются эти навыки? Как соединяйте теорию и практику? Ну, сначала приходят беспомощные, относительно. Они, конечно, сейчас современная молодежь в информационной технологии считает себя все асами. Они, естественно, с молоду управляют телефонами, планшетами и так далее. Но когда касается практического применения, сделать самим что-то полезное, то, естественно, практически нулевые. И вот мы начинаем заинтересовывать. То есть, естественно, сначала, допустим, начинаю я с компьютерной анимации, рисования мультиков. Сначала, когда они приходят в 5-6 класс, это значит мультфильмы, прорисовка плюс элементарное движение. Потом мы потихоньку, потихоньку, наращивая, начинаем присоединять туда программирование. Язык, экшн-скрипт, который встроен. То есть мы начинаем уже управляемые проекты, которые можно управлять и кнопками, с помощью меню, навигации. То есть вот получается, ну, некоторых, конечно, даже это не интересует. Но есть такие ученики, как вот Вячеслав, которому это интересно, который хочет узнать все время что-то новое. И мы тогда готовим уже проект. Вот конкурс, про который сказал Игорь Александрович, для того, чтобы на самом деле сделать достойный проект, мы работаем не менее трех месяцев над ним. То есть мы начинаем где-то с сентября, чтобы к январю это был уже такой завершенный, хороший рабочий программный продукт, работающий. Ну, а темы сейчас Вячеслав вам про свой сам рассказать. Но я за предыдущие годы, допустим, мы делали уроки по английскому языку, где сами рисовали задания, анимационные, которые проверяются. Делали по Белоруссии, люблю родную Беларусь, по областям, типа тестовый тоже. Делали по осевой симметрии, по математике. То есть направления разные. То есть я стараюсь такой, чтобы ученикам это было самим интересно. То есть я не заставляю их делать именно эту тему. А дети потом в школе могут это как-то презентовать? Да, они потом несут это в школу, они это показывают ученикам. Они еще плюс зарабатывают отличные оценки по информатике благодаря нашему объединению. Это такое бывает довольно-таки часто, да. С Вячеславом вы начинали работать с нуля, как вы говорили, или он уже более подготовленный к вам пришел, Ирина Сергеевна? Ну, как ты считаешь? Как оценишь Вячеслава? Ну, он немножко, он программирование уже интересовался. А сколько лет занимаешься, Ирина Сергеевна? Вагона. Как тебе? Нравится? Какие успехи? Рассказывай. Мне нравится. В этом году я прошел городской областной этап и проехал, ну, как бы на республику в Минск, на республиканский конкурс «Техноинтеллект» и занял там четвертое место. Молодец. Хорошо. Хороший результат. Приз мне там «Белтелеком» дал интернет на год бесплатный. Отлично. Еще я хочу подчеркнуть, что среди 17-ти сколько участников? 16-ти. Он был самый младший, потому что, в принципе, этот конкурс проводится, начиная только с 14 лет для старшеклассников. А ему только в январе исполнилось 14, вот, и он сразу в марте поехал. То есть тоже новоиспеченный только вот по положению, только-только ему можно было участвовать. В том году он тоже мог бы участвовать, но в том году ему не хватило, ну, возрастное ограничение, то есть не хватило. С каким проектом поехали на конкурс? Проект там было про шифрование, там, про криптографию. Ну, это такой программный продукт, который рассказывал тебе о истории криптографии, какие-то элементарные шифры показывал. Ты мог свои слова шифровать, там, предложения. И мини-игра. А вот область применения, вот, как ты считаешь, какова? Область применения, на уроках в информатике рассказывать детям о криптографии, как шифровать какие-нибудь системы, слова, как это все работает. Есть такое вот мнение, что программирование очень сложный предмет и дается далеко не всем. Как вы считаете, это миф или все-таки это реальность? Нет, это реальность, это реальность, потому что надо иметь определенный, как бы, да, вот, ну, логическое мышление, оно должно быть, его можно, конечно, как-то развивать, наобъеме, понятно, стараемся, но все равно, и, во-первых, к этому надо еще, ну да, это надо любить еще. Потому что некоторым настолько скучно смотреть на эти английские слова на экране, что их заставить, а некоторым, я, например, знаю, что и слава такой, вот, иногда не получается, им получается, ты ночью будешь думать, ну, как это так сделать, чтобы добиться результата, то есть это надо любить, и надо, как бы, да, и надо к этому все-таки определенная должна быть предрасположена. То есть все-таки математические какие-то должны быть способности? Да, математические способности, определенный склад ума такой, более вот логический, логический, да. С предыдущими гостями говорили о том, что декоративный пригод, наверное, все-таки больше девочек, и так оно и есть, а у вас, наверное, больше мальчишек. Да, да, у нас больше мальчишек. Ну, зря научно-техническое творчество. Скажите, какие вот еще полезные навыки, занимаясь по этому направлению, ваши участники, ваши дети получают? Основы алгоритмизации — это то же самое логическое мышление, которое у нас же теперь уже язык программирования «Паскаль» и в общей среднеобразовательной школе, это же уже как курс. То есть они получают такие навыки, которым потом позволяют изучать, во-первых, любой язык программирования, если надо, во-первых, понимать его, и вообще это порядок, вот интеллектуальный порядок, я бы сказала. То есть это, конечно, да, самодисциплина, это учит себя, да. Там очень строго в программировании. Я могу, нельзя рассказать, как русский язык разными словами красиво, про закат солнца, что там только так и никак иначе, чтобы это заработало, да, вот определенными терминами. Слава, сколько времени в сутки ты проводишь за компьютером? Честно только. Ну, летом часов по шесть. Ого, почти рабочий день. Зимой больше? Нет, зимой меньше. Меньше. Игорь Александрович, ну, еще такое очень популярное направление в центре, как архитектурное моделирование. Расскажите о нем. Да, мы тоже считаем его современным, хоть там преобразуются старинные усадьбы, здания. Что это такое архитектурное моделирование и конструирование? Это из подручных материалов, чаще всего это дерево, создаются макеты старых деревянных усадеб, церквей, мельниц. Это направление у нас ведет такой педагог Базиленко Антон Антонович. Стало, ну, наверное, хитом последние два года. Мы имеем очень много наград на республиканском уровне. Только-только прошел конкурс педагогического мастерства, областной конкурс педагог дополнительного образования, который давно уже не проводился, где Антон Антонович получил диплом за номинацией «Сохраняем традиции». Что это значит? Он с ребятами изучает фотографию какого-то старинного, может быть, уже, к сожалению, не существующего замка белорусского, церкви, и воссоздает их из дерева маленькая копия, маленький макет. Проводятся персональные выставки этого педагога непосредственно по вот этому направлению, по архитектурному макетированию. Это действительно требует от детей усидчивости. То есть в кружок выбирают все такие профориентационные основы, как усидчивость, работа с деревом, работа с материалом, работа с клеющимися составами. То есть, ну, очень такая объемная работа на создание одного макета, который сможет достойно, казаться, может уйти до полугода. Да, очень трудоемкий процесс. Кропотливая, трудоемая работа. Но это очень красиво и впечатляет, потому что это действительно соприкосновение с историей. Дети еще, кроме того, что просто умеют делать что-то, руками обретают самодисциплину, усидчивость, они знакомятся действительно с историей. Потому что полностью у вас создан дворцовый парковый ансамбль, дворец дворцового паркового ансамбля, руками этого педагога с детьми. Какие действительно у вас педагоги? Очень много церквей, которые маленькие вокруг Гомеля, Гомельский район. Потом один из корпусов университета, который он заканчивал, вот он создал, хочет преподнести сотрудникам университета. То есть там более 40 работ уже создано. Когда я посещаю кружок или посещаю выставку, Антон Тунчукром просто глаза разбегаются, всегда преклоняюсь перед всеми нашими педагогами за их усидчивость, за их талант, за их умение зажечь в детях искорку. Потому что я знаю, что на занятиях у Ирины Сергеевны, у Антона Антоновича Базиленко, дети ходят с удовольствием, с интересом. То есть они сидят, они готовы оставаться. А после занятий им просто-напросто это интересом. Для этого мы и работаем, чтобы ребятам было интересно, чтобы ребятам постигали азы чего-то нового, чтобы были в нормальной компании, занимались то, что принесет им пользу. А какой процент воспитанников потом поступает в архитектурный? Я вам скажу на примере всех моделистов. Мы проводили такой анализ. Процентов 70 кружковцев, которые посещают, очень серьезно посещают каждое занятие модельной кружки, поступают в конструкторское бюро. Сейчас выпускники наших кружков, я знаю, что педагоги наши обращаются к своим выпускникам за помощью, когда надо что-то спроектировать, сконтролировать, нарисовать, начертить правильно. Очень большое число выпускников. У Ирины Сергеевны, я знаю, тоже по специализации много поступают. Мои я сам веду, совмещаю директорство с автомобильным кружком, единственное в Беларуси. Я знаю, что мои воспитанники сейчас приятно видеть, которые являются сотрудниками ИГАИ, МЧС, то есть связали свою жизнь с автомобилями. Лагеря очень хорошие работают в центре, которые тоже профессионально ориентируются. Да, сейчас у нас проходят два лагеря. Один лагерь, это специалисты, называется. Лагерь полностью профориентационный. Он еще лагерь труда и отдыха, там дети смогут заработать свою честно заработанную плату, создавая, не буду открывать секреты, кое-какие изделия. И мы детей, работа лагеря построена таким образом, что мы детей каждый день знакомим с новой профессией. То есть вчера это был банковский заработник, который уже знакомился с экономикой, сегодня это будет слесарь на заводе, послезавтра это будет предприниматель успешный и так далее и тому подобное. Дети должны знакомиться со своей работой. Лагерь рассчитан с 14 до 16 лет, то есть это те ребята, которым уже надо выбирать профессию. Определяться, да, с выбором. Второй лагерь – это спортивно-техническое направление, где дети знакомятся со всеми нашими спортивно-техническими направлениями. Картинг, мотоциклы, автомобильное, все моделирование, BMX, роллеры. Там дети помладше, которым надо потратить свою энергию. А вот начиная, с какого возраста к вам приходят дети? Дети начинают, мы можем заниматься с детьми уже с 3 лет и до 31 года. То есть с 3 лет-то какие направления? Это начальное техническое моделирование их и декоративное прикладное творчество. Прямо вот с 3 лет уже они малярки? Почему нет? Аппликацией он может заниматься. Это моторика рук. Следует отметить, что наши кружки работают в таких учреждениях, как Центр коллекционно-развивающего обучения реабилитации. Там, где детки, к сожалению, требуют... С особенностями. Да, с особенностями, требуют к себе внимания. Наши 3 педагога наши работают там. Ну, это тоже отдать дань теме педагогам, которые работают с такими детками, с особенностями, которые учат их просто что-то ручками создавать, хоть что-то. К тому же, наши кружки работают на базе социального приюта, Центра социального. Гомельский городской социально-эпидагогический центр. Попросту называется приют. Там, где детки волей судьбы находятся временно без родителей, которым тоже нужно внимание. Работают наши кружки в 5-й вспомогательной школе-интернате, где тоже детки с особенностями. Большое дело. Вы делаете очень полезное и нужное. Чуть позже мы продолжим говорить о новых направлениях. А сейчас хотим выразить благодарность вам, Ирины Сергеевны, Вячеславу, за то, что пришли. Успехов вам желаю. Хороших воспитанников и... Новых побед. Вячеслава, успехов. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Спасибо. Это программа «Добрый вечер, Гомель». И сегодня мы говорим о работе Гомельского городского центра дополнительного образования детей и молодежи. И к директору центра Игорю Александровичу Бейзерову присоединились новые гости. Это ребята, которые могут делать невероятные трюки на БМХ. Итак, педагог дополнительного образования Евгений Шустав и его воспитанник Кирилл Дробышевский. Ребята, добрый вечер. Добрый вечер. Ребята, расскажите о своем влечении. Почему вот втянуло и чего это требует от вас? Каких затрат, каких сил? Чем увлекает так БМХ? Наверное, в первую очередь, это экстрим. Отличные эмоции и отличное настроение, которое получаешь после того, как научился что-то новое. Друзья. Это абсолютно новые знакомства. Для более взрослых ребят это уже путешествие по миру. Потому что велосипед БМХ очень популярен не только у нас в стране, но и во всем мире. Ну, для начала расскажите, что такое БМХ? Многие просто не знают. В первую очередь, это спортивный снаряд, который предназначен целиком и полностью для выполнения различных трюков. Самая яркая, наверное, особенность его – это материал и геометрия велосипеда, потому что он рассчитан на большие нагрузки, соответственно, должен их выдерживать. Хотя сам очень маленький. А максимальная нагрузка, какие нагрузки он выдерживает? Ну, чтобы вы ориентировались, на таком велосипеде можно прыгнуть, наверное, на 5 метров в высоту, пролететь трамплин расстоянием метров 10, при этом сделать какое-то сальто, еще какое-то вращение руля или рамы, приземлиться и остаться целым. Если повезет. Вы это все умеете. Я, конечно, жучу. Нет, мы еще пока к этому идем. Здорово. Ну, в чем особенность строения этого велосипеда? В первую очередь, бросается в глаза отсутствие тормозов. Да, кстати. Да, здесь их нет. Система задней втулки, в принципе, такая же, как и у любого горного велосипеда. Также стоит трещотка и можно… Вы бы еще показывали, что это такое. Нерпли не очень. Можно вращать. Сем-то напоминает самокат, так говоря, раз тормозов, нет? Да, можно вращать педали назад, то есть он абсолютно так же вращается назад. Тормоза сняты в силу надобности, чтобы свободно можно было вращать руль, потому что есть трюки с вращением руля, и, соответственно, если будет тросик, то он будет мешать. Это будет сделать просто невозможно. Да, и для этого, как правило, многие ребята просто избавляются от тормоза. Говорили, материал какой-то здесь необычный. Да, в основном все детали практически полностью металлические. Это сталь. Сталь тянутая, трубы имеют переменное сечение, чтобы выдерживать большие нагрузки. Это, я думаю, основная отличительная черта от обычного велосипеда. Колеса чем-нибудь отличаются? Колеса, как правило, толще. Большие толстые резиновые покрышки, усиленные обода, чтобы выдерживать большие нагрузки, ну и прочные втулки и спицы. Размер, кстати, колес такой же, как у наиболее популярного велосипеда, как он в детстве назывался, раскладник. Вот, такой же размер, 20 дюймов. То есть есть небольшое сходство с нашим детским велосипедом. Велосипедного завода Аист. Да. Хорошо. Кирилл, сколько ты уже занимаешься на BMX? Ну, я вот неделю. 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 Что-то удалось научиться за неделю? Такой короткий срок. Да. Это наш самый новый ученик. Да. Женя мне объяснил, у меня получалось, и мне понравилось. Я смотрела на ребят, мне понравилось то, что он красивый, крепкий, на нем можно попрыгать. В общем, еще недельку-другую, и ты будешь тоже вытворять что-нибудь интересное на нем. Ну, с каких уроков начинаете, Евгения? Вот с чего начинаются занятия, как они проходят, и к какому уровню вообще стремитесь? Каждый ставит свою планку, естественно. BMX все-таки не узкая направленность. Это своего рода творчество на велосипеде, и границ, можно сказать, не существует. Каждый выполняет все, что он хочет. Каждый, можно сказать, выражает себя на этом велосипеде, показывает не только конкретный трюк, но еще манеру исполнения, стиль. Азы — это самое простое, наверное, это прыжок. То есть, когда мы начинаем обучение, сначала разминка, потом мы рассказываем, как выполняется техника прыжка. После мы учим, как это смешно не звучит, езде спиной. Есть такой трюк — разворот на 180, после которого нужно будет по инерции поехать назад. И для того, чтобы научиться по ступенькам постепенно этот трюк, сначала мы учимся ездить спиной, потом мы учим разворот, и потом совмещаем все это в единое целое, и получается такой вот интересный трюк. И за какое время можно это все совместить и получить трюк интересный? При большом упорстве и желании, я думаю, в течение двух-трех занятий можно уже освоить этот трюк. Ого! Дорогое это удовольствие. То есть Кирилл уже умеет разворачиваться и ездить спиной? Он уже довольно хорошо едет спиной, потому что одно занятие он уже занимался целенаправленно. Он уже пытается разворачиваться, я думаю, через одно занятие он уже освоит полностью весь этот трюк. Где тренируетесь? На улицах? Сейчас, благо, уже два года мы занимаемся на территории картинга нашего центра доп. образования. И у нас есть фигуры, специально предназначенные для того, чтобы довольно безопасно тренироваться. И в основном ребята проводят время именно там, потому что город не предназначен все-таки для BMX катания. И портить архитектуру, и какие-то памятники мы теперь уже не приветствуем это все, поскольку у нас есть специально созданные условия. Дорогое удовольствие BMX? Ну, я бы не назвал его дешевым, да, это довольно дорогое удовольствие. Хотя велосипеды довольно надежные, и в принципе, если за ним следить, его обслуживать, то он может служить не один год, потому что все детали рассчитаны на довольно большие нагрузки. В среднем, где-то в районе 300-500 условных единиц стоит среднего уровня велосипед BMX. В каких конкурсах, соревнованиях принимаете участие? Пока мы ездим только по республике. В основном организовывают мероприятия в Минске, куда мы ездили уже неоднократно. Есть у нас воспитанник, который практически каждый год выигрывает. Минимум он занимает второе-третье место, а то и, как правило, он привозит самый главный приз. Школьник или уже окончил? Школьник, который еще учится, который катается, ой, наверное, лет семи, если мне не изменяет память. Правда, мы не знаем, сколько ему сейчас лет, чтобы понять. Сейчас ему 14 лет, я с ним вместе приходил на прошлую программу, и сейчас он больших высот добился и продолжает развиваться. Здорово. Игорь Александрович, какие еще? У вас же много мото, вело, картинг в центре. Расскажите. Таких направлений много. Возвращаясь к педагогам, вот хороший пример, опять же, Евгений Шустров. Тот человек, который увлечен, он и поведет за собой детей. Для условий мы постарались создать максимально комфортное и безопасное условие, прежде всего, безопасное на базе нашего филиала. Это детский городок в спортивно-технических видах спорта. Трасса картинга. Стоят фигуры, стоят, как мы их называем, рампы для катания BMX. Сейчас, что касается велосипеда, мы открываем, мы открыли уже такой проект, как Велодом. Там, где даем велосипедам, стареньким, ненужным велосипедам, вторую жизнь. Поэтому обращаюсь ко всем, у кого, может быть, дома завалялся ненужный велосипед. Привозите нам, приносите, мы дадим ему вторую жизнь. Он будет служить и нам, и стоять на выставке. То есть это интересно. Действительно, у нас культивируются и очень популярны такие виды спорта, как картинг. Что мы сейчас уже видим на экране. Да, специально для этого была создана трасса картинга в городе Гомеле. Компактная, спортивная. Совсем недавно мы провели на ней два соревнования. Это спорткляда школьников по техническим видам спорта. С гордостью хочу сказать, что впервые за период времени команда именно города Гомеля, команда центра, заняла первое место в республике по картингу. Поздравляем. Очень много дипломов получили. Очень много детей занимается картингом. Кроме картинга на этой базе культивируется такой вид, как мотоспортивное. Провели мы два соревнования по мотоциклетному спорту. Это юношеское мото-многоборье областного и республиканского уровня. Что такое мото-многоборье? Это не только просто езда на мотоцикле. Это надо еще необходимо сдать зачет по правилам дорожного движения. Два этапа. То есть участник сдает правила дорожного движения и фигурное вождение мотоцикла. Очень много увлечений. Замечаем в последнее время все больше и больше девчонок увлекаются картингом, мотоциклетным спортом. Вы думаете, с чем это связано? Жажда скорости экстрима. Жажда ни в чем не уступать мальчишкам. Сейчас на последнем соревновании по картингу очень сильная была борьба в одном классе картинга между двумя девочками. Одна из Бреста, вторая из Минска. Очень действительно. И третья наша. И все втроем разделили предистал почет. А безопасно это дело? Так гонят. Абсолютно. Эти машины, которые вы видите на экране, абсолютно безопасны. Так же, как безопасно при грамотном руководстве, при грамотном использовании BMX, мотоциклы. Для этого есть наши педагоги, которые показывают, что даже на велосипеде, на первый взгляд, казалось бы, без тормозов, можно совершенно безопасно получать удовольствие, испытывать на себе чувство экстрима. Для многих, может быть, формулировка без тормозов, это уже что-то такое, знаете, опасность. Это уже все, да, пугается. То же самое, когда родители спрашивают, а сколько едет картинг. Я привожу пример. Самый маленький участник, картингист шестилетний, а допускается даже пять с половиной лет, когда его машинка напрямую едет 95 км в час, некоторые родители просто. Ну, а старшие классы, дети, которые постарше машины, там уже скорость, боюсь говорить, потому что проводили эксперименты сотрудники ГАИ, замеряли скорость, ну, очень большая. Ну, выше сотни. Ну, размер машины варьируется, если маленький такой, шестилетний, то у него машинка меньше? Конечно, меньше машина, меньше объема двигателя, все это натуральные бензиновые двигатели. Полностью сейчас современные картинги уже стоят с мини-компьютером, под которым видно температуру мотора, обороты двигателя. Ну, вот если, допустим, ребенок из-за его желания заниматься вот картингом, да, то какую сумму вот за первый год обучения нужно приготовить родителям? Занятия в кружках картинга бесплатные. У нас есть специальные учебные машины для занятий именно. Если уже ребенок хочет выступать, достойно выступать, идти вверх, то тут уже мы сотрудничаем с родителями, родители приобретают машину. Ну, стоимость машины начинается от полутора тысяч условных единиц. А так, каждый, любой, маленький, взрослый могут попробовать себя за рулем картинга. Это доступно у нас на 8-й Нагородне, на Сельмаше, на нашей трассе, которая одна из лучших в республике. К сожалению, осталось всего уже три трассы в стране у нас, именно спортивная и профессиональная сертифицированная. То есть это в Гомеле где еще есть? В Гомеле, Минск и Брест остались трассы. Поэтому всех желающих приглашаем попробовать себя за рулем картинга мотоцикла BMX. Любители экстрима, знайте теперь, куда можно отправиться. Дом вас. Ребята, спасибо, что пришли. Мы желаем вам успехов, побед, учиться, Кирилл, достигать высот. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Всего доброго. Спасибо вам. И вам всего доброго. Дорогие телезрители, как видите, у нас в студии появились самые, что ни на есть, настоящие средневековые люди. Это сейчас все так говорит об участниках клуба исторической реконструкции Гомельского городского центра дополнительного образования детей и молодежи. У нас в гостях педагог дополнительного образования Юлия Матюшкова, а также воспитанники Олег Руденков, Алексей Морозов, Наталья Опасова. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемые гости, ну, просто, конечно, сразу глаз радует ваши костюмы многообразные. Яркие, красивые. Яркие, красочные. Представьтесь, пожалуйста, кто какую культуру представляет. Историческая реконструкция представляет из себя воспроизведение той эпохи, в которой жили люди в определенный момент исторический, в определенную эпоху. Наш клуб занимается реконструкцией Западной Европы. Вот сидит представитель, наша прекрасная дама. Костюм знатной горожанки Франции конца 14 века, начала 15 века. Обратите внимание, что на платье есть такой элемент, как отстяжные рукава. Это делалось для того, что ткань была очень дорогая, еще не было распространено таких масштабных фабрик ткацких, поэтому доставать ткань было еще, ну, довольно трудно. Да, сложно. А так как в повседневной жизни одежда имела такое свойство пачкаться, то заменяли элементы одежды, которые можно было легче всего заменить. Это рукава, платочки. Головной убор очень интересный. Головные уборы. Как он называется? Головной убор называется грузельер. Все ходили в то время с покрытой головой? Ну, с покрытой головой ходили только замужние женщины. Наша Наталья реконструирует замужнюю женщину Западной Франции. А девушки, они носили такие венчики и бурлеты назывались. И ходили с распущенными волосами, что считалось признаком чистоты и невинности, и замужности. Так, с Натальей костюмом все понятно. Про Алексея теперь нам расскажите. Так, Алексей представитель Центральной Азии. Я думаю, он нам лучше расскажет про этот костюм. Он очень увлекается Монголией у нас. Да. Алексей поподробнее с этого места. Ну, что можно сказать? Про Монголию в основном все представляют себя самым известным персонажем. Это Чингисхана. Это, собственно, основатели. То есть вообще мы, наверное, все знаем о Монголии, только благодаря Чингисхану. Сейчас в Монголии, в современной, считается это очень святым человеком. Над ним нельзя даже шутить. И поэтому вот с него и начнем. То есть когда-то все племена в Монголии, их было очень... Монголы — это племя. Это не значит, что вся народность была монголами. Нет, это лишь одно племя. Там общее татарское племя. Было очень много племен. И вот одно из племен — это были монголы. Они, в свою очередь, из маленького такого конфликта междуусобного выросли в огромный конфликт, чуть ли не тотального изничтожения другого рода. То есть там была кровная вражда из-за убийства отца. И как по накатанной само по себе пошло, что Чингисхан использовал... Он был очень уникальным для того времени человеком, именно для степи. Потому что разрозненные маленькие племена не вступали в союзы. И вступали в очень кратковременные. Было очень много междоусобиц. А он первый, кто, скажем так, применил основу дипломатии. То есть он научился заключать долговременные договоры. И, ну, они рушились все равно, но, тем не менее, он первый, кто научился объединять племена в большие племена. То есть в итоге монголы вырезали своих... практически полностью вырезали своих противников. И под общим комом решили продолжать свои завоевательные действия. При даче у монголов были большие конфликты с Китаем, которые считали их, скажем, не до нации. И использовали их как просто охранников возле своей стены. То есть, ну, как низшая раса. У них были кровные обиды на них. И второго врага, который он хотел истребить, это Китай. То есть, по сути, Чингисхан завоевал почти весь Китай, не доходя до севера, фактического севера. То есть он там оставил свою... посадил своих наместников. Перенял очень много китайской культуры. Например, в монгольском костюме сейчас используется вот шелк. Для монгола, типичного монгола, шелк было вообще другое удовольствие. И до захвата Китая, и поставок большого шелка, они не могли почти его себе позволить. То есть, чем занимается монгол? Монгол занимается тем, что поднялся. Семья занимается семейными делами. Юноши с мужьями, ну, точнее, с главой семьи занимаются тем, что пасут. То есть, в основном, это именно пастухи. Они с малинства обучаются езде на лошади. Они феноменально ездят на лошади, умеют стрелять с лошади, ездить на лошади, спрыгивать, запрыгивать на лошади. Думаю, познавательно. Про костюм. Вот, чем я шел. То есть, шапка особенно. Шерсть – это просто самый доступный материал. Могу встать, показаться. Шерсть... Я почти весь из шерсти, как штаны у меня. Шерстяной Алексей. Да, то есть, шерсть для монгола была очень простым и доступным материалом. То есть, за сутки можно было спокойно навалять себе войлока. То есть, они брали овечку, стригли, валяли. И все, и уже к вечеру можно юрту застилать. То есть, юрта, вы, наверное, знаете, что это за шерсть? Конечно. Вот. То есть, добыча шерсти была довольно-таки распространенным и доступным. Причем, в степи довольно-таки днем жарко, а ночью холодно. А шерсть, она и не жаркая, и не теплая. То есть, это очень средний материал, в котором тепло. Олег, расскажите в своем образе. Я из себя представляю сейчас горожанина Западной Европы, скорее всего, Франции 15 века. Ни богатого, ни бедного, такой, нарождающийся европейский средний класс. Ну, даже, понимаете, вы даже говорите, я вам верю. Мне кажется, вот вы по машине времени к нам просто переправились. Да, отправились. Потому что у вас даже вот речь такая... Это все внутренняя убежденность. Отлично. Что это за инструменты такой держать? У меня в руках такой старинный инструмент, как валынка. Он был распространен в очень многих странах Европы. Обычно связывают валынку и Шотландию. В Шотландии валынка – это просто один из национальных фетишей. Но валынка характерна не только для Шотландии, но, в общем-то, для всей Западной Европы. Почему? Потому что валынка – это старинный, довольно громкий инструмент. Сейчас, когда мы устроим празднество на площадях, то ставится сцена, ставятся колонки, усиливающие оборудование. А, к сожалению, в Средневековье ничего подобного не было. Поэтому для того, чтобы играть на всю площадь, там, скажем, музыку для танца, приходилось использовать огромные громкие инструменты, огромные громкие барабаны, огромные громкие трубы. Для того, чтобы все могли одновременно и петь, и кричать, и плясать, и все равно слышать эту музыку. И валынка для такой музыки была очень подходящим инструментом. Продемонстрируйте пару буквально аккордов. Замечательно, конечно же. Вы слышите такой аккорд, похожий на звук органа и блеяния овечки одновременно. Да-да-да, больше на блеяния. И под звук этого аккорда можно играть разные мелодии. Этот аккорд служит таким гудящим аккомпанементом к нему. А какой громкий инструмент валынка. Замечательно звучит. Он, конечно, в большей степени предназначен для игры на улице, нежели помещений. Но следует также понимать, что старинные помещения, там дворцы, они главным образом имели сводчатый потолок и округлые стены. Это очень сильно смягчало звук. Мы живем в современном мире больше в квадратных помещениях, и звук достаточно резко отражается от стен. А в средневековых помещениях и даже в современности существующих замках этот эффект очень сильно смягчен. Поэтому послушать валынку в квадратной комнате и послушать валынку в сводчатом помещении дворца или в огромном соборе, поверьте мне, это совершенно разный эффект. Вы снова погружаетесь в мир старины, сразу же душа тянется к чему-то забытому и таинственному. Я вот уже погрузился в мир старины благодаря Олегу и всем вам. Большое спасибо. Спасибо вам. Игорь Александрович, ну вот последний вопрос. Где задействованы эти замечательные ребята? В каких мероприятиях? Наверное, их всегда рады видеть на всех мероприятиях, городских и не только. Я думаю, да, их мы можем видеть на всех мероприятиях. Например, я вчера был удивлен, когда подростки, современные подростки, наш лагерь посетил вот это объединение по интересам, с каким удовольствием они смотрели. Про этих ребят можно сказать еще один пример. Когда увлечен педагог, он влечет за собой, в данном случае, молодежь, не детей, молодежь. Они сами делают этот костюм, они изготавливают это. Сейчас они пришли в таких мягких. Но у них есть и оружие безопасное, мечи делают, кольчуги. Доспехи. Доспехи, естественно. То есть тут опять идет такой элемент профориентации. Вы прекрасно слышали, насколько владеют историей, что я даже отвлекся и начал слушать про Монголию. По стране, которую, честно признаюсь, практически вообще ничего не знаю. Знаю, что где-то там находится. То есть они изучают историю. Но кроме этого, кроме того, что он гуманитарий, он еще умеет делать много чего руками. Из дерева, из ткани, из металла. И прекрасные все ораторы. Что Олег, что Алексей, все. Юлия, какое количество членов насчитывает ваш клуб? Я веду две группы, и у меня в каждой группе по 15 человек. То есть 30 человек. А какое у вас образование, Юль, что вы заканчивали? Психолога-педагогическое. То есть с историей, да, оно никак не связано. Но это мне было изначально очень интересно. Поэтому я где-то это смотрела, читала, сама этим занималась. То есть занимаюсь я исторической реконструкцией с 2007 года. И до сих пор это меня настолько увлекает, что я просто не могу остановиться. Как здорово, когда есть любимые занятия. И у вас действительно все такие педагоги, я смотрю. Каждый говорил про увлечение, про любовь к своему предмету, к своей теме. Да, это действительно так. Мы всегда исходим из того, есть плеяда педагога, как мы называем, наши ветераны. Это не значит, что они старые пожилые люди. Это те, которые очень давно работают, за которыми целая школа. Есть, наш коллектив, не боимся принимать новое что-то, как БМХ, как рыцари. То есть новое направление. Давать волю молодым, которые приведут за собой увлеченных людей. Которые действительно дисциплинированы. Интересные дают презентации. Например, это объединение по интересам имеет диплом за сочинение, казалось бы. За сочинение. В конкурсе юных спасателей пожарных, мне кажется, по-моему, да. То есть они разносторонние, многогранные, талантливые, яркие люди. И за ними идут дети и молодежь. А это для нас самое главное. Да, за счет того, что уделяете внимание у вас такой разнообразии и качественной педагогии, и столько у вас кружковцев. Здорово. Мы желаем вашему объединению удачи. Как можно больше кружковцев, воспитанников, которые бы прославляли не только наш город Гомель, но и нашу страну на международных фестивалях, турнирах и конкурсах. Ребята, вам большое спасибо, что сегодня к нам пришли в гости, Игорю Александровичу тоже. Большое спасибо за ваш труд и труд всех, кто с вами работает. Всего вам самого хорошего. Дорогие телезрители, у нас в гостях сегодня были директор Гомельского городского центра дополнительного образования детей и молодежи Игорь Бейзеров, а также педагог центра дополнительного образования Юлия Матюшкова и воспитанники Олег Руденкова, Алексей Морозов, Наталья Опасова. Кстати, Олег Руденков под занавес нашей программы сыграет музыкальную композицию на Валденьке. Всего хорошего вам, дорогие телезрители. Приятного вечера. До скорого. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»